так ежи подскажи как пикапер да я дохуя пикапер просто пиздец как склонить девушку к встречу в переписке я вот номер беру а дальше часто не идет ну блять с тобой что-то не так чувак тебе надо брать больше номеров и блять всех всех обзванивать и приглашать на свидание может быть у тебя количество перейдет в качество по закону диалектики либо просто сразу знакомиться и рел и куда-то вести я не знаю просто понимаешь ты может быть настолько уебищные что девушки просто не хотят с тобой общаться и типа тебе никто не поможет в этом особенно я блять то есть здесь и здесь не только не столько пикаперства сколько просто у меня с эмпатии не было никогда и я поэтому никогда не волновался я мог спокойно подойти к девушке и типа предложить всякое разное потому что ну типа мне было похуй если она мне откажет потому что я не очень восприимчив к эмоциям других людей просто ну и кстати надо также задаваться вопросом ты знакомишься для продолжительных отношений или это просто эпизодический как бы такой секс короче на один раз потому что если это секс на один раз ты можешь и просто денег дать например либо пообещать что-нибудь причем исполнять обещание не обязательно а если это ну на продолжительное отношение то здесь главное чтобы вы блять как-то вот как личности друг другу подходили чтобы у вас были какие-то схожие интересы чтобы вам общаться было интересно но то есть я если она даже не хочет с тобой на свидание идти ну типа ну значит совсем не вариант я просто не знаю как сейчас молодежь знакомиться поэтому я наверное ничего не смогу конкретного посоветовать просто в мое время как бы когда я был молод мы ходили на дискотеке и там когда был медленный танец можно было девушку пригласить на медляк и обжиматься с ней сейчас я хз как молодежь знакомиться потому что у вас место дискотек блять какие-то рэп батлы блять ебаные к это к это хуйня короче происходит то есть вы вы больше не это самое не танцуете в темном помещении под звуки and not in a smith медляк группа металлика какой-нибудь ну то есть все все поменялось блять у вас сейчас какие-то тиндеры там хуиндеры я я просто не знаю я слишком старый уже для всего этого говна это просто если мне надо с кем-то познакомиться я просто подхожу и говорю типа давай ты у меня отсосешь не хочешь а у меня есть 20 долларов а теперь а теперь хочешь а у меня есть еще 20 долларов и все как бы то есть ну типа блять про пикап это точно не ко мне у меня как бы социальный интеллект и навыки общения с другими людьми они у меня на уровне там я не знаю следователя из блять гестапо хотя нет наверно там это все лучше было намного так и же как перестать ненавидеть женщин а ты задайся вопросом почему ты их ненавидишь ну схуяли то есть допустим если конкретно в твоей семье какие-то плохие женщины но это же не значит что все женщины такие попробуй вообще задаться вопросом каким образом ты именно рационализируешь свою ненависть по отношению к женщинам типа почему-то их ненавидишь хотя с другой стороны вообще мне сложно понять потому что я всегда очень хорошо к женщинам относился потому что ими проще манипулировать и с ними очень интересно заниматься всякими вещами поэтому не знаю я никогда женщин не воспринимал как что-то враждебное так николай пишет меня часто еще через друзей знакомят с подругами а я их ну да можно так но это если вы общительные очень все так если не лично я как-то познакомился хан души с хан души мы познакомились на научной конференции в мгу и там еще дугин был хан души она как бы политолог и мы с ней просто общались на всякие там политические темы заинтересовали друг друга потом пошли гулять по москве гуляли по центру потом там в кино сходили ну короче мы мы в общей сложности где-то на первом свидании вместе провели часов 12 потому что сначала была конференция потом гуляли очень долго по городу то есть и при все это время мы общались так фарвай пишет помню однажды я пригласил девушку с который который испытывал нежные чувства на медляк она мне отказала и танцевала с моим другом с тех пор у меня примерно такой же подход к знакомствам как у ежи да но только мой подход он не связан с тем что мне кто-то отказывал у меня такой подход был изначально потому что я всегда считал вот эти знаешь конфетно-букетные период это блять излишняя хуйня какая-то то есть это как какие-то ритуальные танцы у животных где там блять надо по хвост показывать там щекать хуйню ну то есть я считаю что лишняя фигня на самом деле то есть если ты ориентируй ну то есть если ты видишь в этой девушке какой-то потенциал для продолжительных отношений тогда да окей можно общаться там обсуждать разные темы прощупывать почву скажем тогда то есть там задавать какие-то вопросы там ну потому что тебе действительно интересно что она тебе ответит на тот или иной вопрос а если это просто отношение на одну ночь то какого хуя там нужно что-то еще блять изображать из себя блять зачем это нужно но это просто не неразумная растрата энергии типа блять много чести слишком нахуя про просто блять даешь деньги и все ну или или если ты знаменит более-менее то те даже денег не надо давать поэтому ну типа лё это это знаете это похоже на анекдот про значит мужчину которому на работе понравилось очень женщина и он там значит ей подарил автомобиль шубу бриллиантовое колье каждый день дарил ей букеты роз и в итоге эта женщина она ему сказала что ой вы знаете вы так вы так хорошо значит вы так хорошо себя ведете со мной как бы вот и в итоге она ему ответила что она всем как бы сосет за 20 баксов а вот ему она готова за 1 доллар всего отсосать потому что он ей уже так сделал много хорошего и подарил машину там шубу бриллиантовое колье то есть ну никогда не надо переплачивать блять когда не надо переплачивать это это в принципе работает по отношению к ко всему совершенно то есть это это там не знаю если вы еду покупаете да нет смысла за хуёвую еду платить оверпрайс и это точно также работает в отношениях с людьми да то есть человек который ничего из себя не представляет блять нахуй тратить на него время там энергию и блять это не нужно по ну то есть глупо глупая хуйня то есть в основном пополняют ряды всяких на мужских движений и прочее 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 люди которые очень по-идиотски себя вели в какой-то момент и поэтому они ну там либо потеряли все либо их там им так кто-то жестко сердце разбил либо еще что то но то есть люди с самого начала вели себя как идиоты поэтому они в итоге попадали в идиотские ситуации и в конечном итоге когда они попытались этот все отрифли отрефлексировать да почему вот в такой ситуации они оказались в какой оказались у них началось жесткое разочарование что все это время нас обманывали типа эти хитрые коварные женщины и меркантильные они там нас значит используют нас как значит блять ресурсную базу то есть это это такое знаете прозрение идиота как как в анекдоте про хохла и еврея в купе поезда о том что а то бы не кажется что ты меня наебав вот видите вы уже начали умнеть то же самое здесь да то есть это просто глупые люди глупые люди которые ведут себя неразумно поэтому они слишком много инвестируют внимание ресурсов блять в людей которые этого не заслуживают просто или например я помню мы смотрели тоже какое-то видео и кто-то там в чате писал может быть даже декстрелла или еще кто-то миру кай по моему что как можно сармат судить людей по внешности типа я я и как это же плохо нельзя судить людей повлечь на по внешности на что я ответил что блять у большинства людей нет ни хуя кроме внешности то есть не не просто не просто можно судить людей по внешности нужно их судить по внешности пришел большинства людей нет буквально ничего кроме внешности блять нихуя нет у них абсолютно это пустышки это блять npc как скрынник автоматоны там ничего нету блять у них в диалоговом окошке там блять в лучшем случае два варианта ответа на любую твою реплику. Чтобы не разочаровываться в людях, не надо в них очаровываться. И тогда вы не разочаруетесь ни в ком. Если вы сами не NPC, а с другой стороны, даже если вы сами NPC, вы все равно окружены другими NPC. Поэтому нет смысла отращивать себе какой-то павлиний хвост, начинать там что-то демонстрировать какие-то способности невероятные, пытаться завоевать. Типа, ой, я сейчас тебе куплю кольцо с бриллиантом. В жопу себе засунь свое кольцо с бриллиантом. Она не стоит дороже 10 долларов. Какое кольцо с бриллиантом? Ты переплачиваешь. Остановись, не делай этого. Вот что можно сказать в большинстве случаев, когда речь идет о какой-то межполовой коммуникации. Поэтому просто не будьте идиотами. Просто не ведите себя как идиоты. То есть, с вами поступают как с идиотами, потому что вы ведете себя как идиоты. Не будьте идиотами. Очень просто. Все очень просто. То есть, не обязательно быть каким-то там дохуя красавцем или дохуя богатым человеком. Не обязательно. Достаточно просто не вести себя как идиот. И все. И как бы и люди к тебе потянутся сами. Но еще в нашем лицемерном обществе, где все врут всем, можно людям просто говорить неприятную правду в лицо. И люди будут это ценить. А можно наоборот. А можно врать людям и тогда они будут тебя любить еще больше. То есть, тут в принципе есть определенное пространство для маневра. Главное просто правильно подбирать стратегию поведения, исходя из социального контекста. То есть, где-то можно там сделать комплимент, напиздеть или еще что-то. А где-то наоборот лучше быть откровенным. Я тысячу раз уже рассказывал про своего знакомого, у которого были, блядь, ключи с брелком от дорогого автомобиля. И он на свиданиях с девушками, там на каких-то тусовках, он просто этот брелок вокруг пальца вращал. И говорил, что типа вот, у меня там супер крутой автомобиль, там, блядь, Мазератти, последние модели. И все, и у него отбоя не было от девушек. Как бы все хотели с ним, значит, дружить организмами. И потом наутро, когда они отдружили с ним организмами, они спрашивали, а где же твой охуенный автомобиль? Ты же нас покатаешь на нем. Он говорил, что, ой, вы знаете, я разбил свой автомобиль. И как бы теперь он, значит, в этом, блядь, в автосервисе, короче, стоит. Но на самом деле у него не было этого автомобиля никогда. У него был только ключи с брелком, блядь. У него ничего не было. Или, например, он говорил, что у него очень богатые родители, как бы там, олигархи. Но он живет, значит, скромно, потому что он с родителями поссорился. И он хочет доказать своим родителям, что он может жить независимо. Да, что он может сам ко всему прийти. Но на самом деле у него не было богатых родителей, блядь. Он все выдумывал. Вот такими людьми я восторгаюсь, понимаете. Потому что у него не было проблем с девушками. Никогда. Ненавидя женщин, вступай в МД. Ну, в МД состоят не люди, которые ненавидят женщин, а люди, которые обижены женщинами, блядь. Но у меня вопрос. Если вы считаете, что женщины тупее вас, то какого хуя вы им позволяетесь, блядь, так над собой издеваться? Типа, если вы исходитесь с пресуппозицией, что женщины это какие-то вот существа с хуевым мозгом, то какого хуя вы являетесь жертвами по отношению, как бы в отношении этих существ? Как бы где логика? Получается, вы еще тупее, чем женщины? Стыдитесь. Хотя, что вам стыдиться, если вы, может быть, просто с плохим мозгом родились? Так, Ежа, как мягко намекнуть другу, что я ему не дам? Заколебал конкретно. Обижать не хочется. Тебе нужно не мягко, тебе нужно ему... Ну, как бы, тебе нужно ему очень... Понимаешь? Есть вопросы, в которых язык намеков, он неуместен. Поэтому тебе нужно просто, как бы, серьезно с ним поговорить. Что, типа, там, ты мой друг, я не хочу тебя бежать, но нет, блядь, нет, я тебе не дам крупными буквами, блядь, зафиксируй, пусть у тебя отложится это на подкорке. Так, здравствуйте, Ежа, как уговорить вторую половинку на GMG? Я не знаю твоей ситуации, чувак. Если ты от отчаяния меня уже об этом спрашиваешь, то, скорее всего, никак. Тебе нужно просто менять половинку. Ну, точнее, как? Тебе нужно сделать так, чтобы в этом GMG были какие-то другие тянки, которые уже по дефолту на это согласны. Как относишься к Хармсу? Веселый Хармс, прикольный. Нормально отношусь. Ежи, здравствуйте. А как правильно судить людей по их внешности, чтобы не сделать неправильные выводы? Интересен ваш взгляд и... Так, по поводу того, как правильно судить людей по внешности, ну, очень просто, блядь, нравится, не нравится. То есть, вот ты видишь человека, он тебе нравится, там, не знаю, как он выглядит, как он говорит, как он себя ведет по отношению к другим людям. Если тебе нравится, ну, значит, это хороший человек. Если бы это не нравится, значит, плохой человек. Иногда не все очевидно, да, с первого взгляда. То есть, если человек, он такой более сложный, если это не NPC, то, может быть, он, там, не знаю, притворяется или что-то еще. Но это тоже можно все выкупить за счет общения просто с этим человеком. То есть, ну, просто бывают люди с развитой интуицией, а бывают люди, которые, в принципе, в людях не разбираются просто потому, что они сами по себе тупые и не могут подмечать какие-то вещи, которые даже на поверхности находятся. Но, с другой стороны, если ты всегда, как бы, если ты в человеке ошибся, то, ну, всегда можешь изменить к нему свое отношение. Так, я же выдумал друга, который кадрил телок, чтобы тайно рассказывать о себе и тешить свое самолюбие. Не, нифига, мне бы такое даже в голову не пришло, блядь. Это реально был такой чувак. То есть, если вы думаете, что когда я говорю, что, типа, вот, у меня был друг, я имею в виду себя, на самом деле? Нет, это не так. Я бы такую хуйню даже не выдумал. Мне бы такое даже в голову не пришло.